Когда ждёшь новый видос Криспа? Сорян, просто я пытался убежать от сентября. Короче, помните, в прошлом видосе я говорил, как Ютюб одной девчули просто так прибавил полтора ляма подписчиков, но не успела она запечатлеть это мгновение и купить валидоу, как Ютюб обратно всё списал. Вокруг сплошное наебалово. Кругом, да не кругом. Вашему вниманию очередной детский канал. Уже бейт жоп? Привезли ближайшую больницу. Хреновая. Это говно, говно. Да, всё верно, детский канал, который по темпам роста через полгода сможет обогнать, господи Иисусе, Ивангая. А через год у этого малого будет... Хотите узнать, сколько подписчиков? Обосраться, как интересно. 16 лямов, 16 миллионов подписоты, что означает полное доминирование среди всех русскоязычных каналов. Понимаете, о чём я? Я не понимаю, что ты хочешь сказать! Тогда просто поглядите на эту стату. В среднем каждый день на него подписывается по 30 тысяч, а бывает и по 50 и 60. За просмотр я вообще говорить ничего не буду, пока каждый блогер сидит и думает, как же удивить свою аудиторию? Какую дырку ещё влить 100 литров колы? Творчество маленького мальчика по имени Владик пересматривают по 15 миллионов раз. Каждый день. Фу, не бью я эту шуку, хочу конфеты. Нету ручек, нет конфетки. Благодаря предпринимательской жилке его мамы и папы за месяц малый свободно набирает полям усабов. СК. Что я должен сделать для того, чтобы меня тоже смотрели миллионы детишек ежедневно? А ведь я люблю детей. Скажите, что в этой ситуации я должен сделать? Ну что мне делать? А чё делать? Муравью хуй приделать, чё делать? Ну аргумент. И пока я жду живых муравьёв с Аликой, сделаю то, что делаю обычно. Поиграю в игру, которая называется War Thunder. Она сейчас на фоне, да? Почему именно в неё поиграю, да? Потому что я еврей, который не покупает игры, а игра War Thunder совершенно бесплатная. Кайф, да? И в ней всё, что нужно. Графика, динамика и такие же рукожопы, как и я. Поэтому, если вы тоже рукожоп или не рукожоп, залетайте в игру, ссылку на неё я оставлю в описании под этим роликом. А вот те, кто перейдёт по ней прямо сейчас, получат ещё и приятненький подарочек. У тебя что, всё прошло? Да, просто надо прыгать. Прыгать? Давай прыгай, какашка. Без всяких диссов, хайповых тем, фамилий Дружко, ударение на букву И в слове НИХУЯ. Коверканье бога Рана Ро и тусовок в Госдуме. Поэтому с магией этого малыша не справятся даже майнкрафтеры. Вот как! Всё испортил! Большинство каналов набирают много подписоты, когда затрагивается какая-то хайповая тема или конфликт. Вот выпустил кто-то дисс и всё, просмотры и подписчики сразу полетели вверх. Но всё это, как оказывается, временно. Так, допустим, вот с Дружко было. А вот у детского канала, где главный герой маленький мальчик, который очень любит каждый день сниматься в говнищенском шоу. Правда ведь? Любит сниматься. Да любит-любит, он просто ещё не знает, сколько денег течёт с этого его родителям. Так вот, канал на протяжении четырёх месяцев подряд косит полям у подписчиков в месяц. Вы понимаете, да, что это охереть как много? Ну да, вроде нормально. Поэтому говорить о том, что в ближайшее время он может скатиться, ну, чё-то не верится до конца. А это значит, опять же, повторюсь, когда ему стукнет шесть лет, ведь сейчас ему, насколько я знаю, пять, он будет самым популярным блогером в СНГ. Сх, обидно. Блин, снимай, а что можно делать, а? Владик! Ну нахер. Я всегда задаюсь вопросом, вот почему, когда родители создают ютуб-каналы для заработка на детях, маме и папе не приходят уведомления от гугла в стиле Иди работай, сука. Потому что если так и дальше пойдёт, то школы юных блогеров будут открываться прямо в роддоме. А родители то и дело будут забивать на работу, скупать камеры и ждать, когда же малыш сделает первый шаг, чтобы выкинуть его в ванну с орбизами. Кажется, мы стали забывать, как нужно зарабатывать себе на хлеб. Я вот сейчас делаю видосик, да, пересматриваю всё творчество этого ребёнка и не до конца понимаю, почему он выстреливает, набирая на секундочку по 100 лямов просмотров на одном видосе. При том, что даже у Ивангая самый популярный ролик набрал чуть больше 50 лямов. В чём секрет? Скажите мне, что мамы включают детям, они смотрят в режиме нон-стоп. Да, возможно, так и есть. Но тогда получается, что в среднем каждый ребёнок по полдня сидит, что ли, в ютубе и смотрит один и тот же ролик? Вот другое дело раньше, когда не было ютуба, в 90-е, например. Дети ведь даже сами себе сок берёзовый добывали с ранних лет. Кстати, гриспаные и просто зрители, которые наткнулись на этот видося, ну вот, пожалуйста, спуститесь в комменты и напишите, о чём вы занимаетесь, когда не залипаете в ютубе? Может, кто-то из вас придумывает машину времени, а мы не знаем об этом. Я люблю собирать лего. Игорь, 46 лет. Короче, у Русского есть только два выхода. Мстить за всех блогеров и пилить видосы каждую неделю хотя бы, чтобы статистика не падала. Ну или обратиться к специалистам, которые любят детей больше, чем даже их родители. Окей, если вам понравился этот видосян и вы досмотрели его до конца, то можете влипашить свой царский лайкозавр. Чем больше лайкозавров, тем быстрее выйдет новый видос. Так, чё-то неубедительно. Чем больше лайкозавров, тем быстрее на горизонте появятся каникулы. Напомню, что игра на фоне называется War Thunder. Она бесплатная, ссылочку на неё я оставлю в описании. Смотрите также предыдущие видосы, они только что появились. Ну и конечно же, не нажимайте на вот этот вот кругляшек. Только избранные могут на него тыкать. Я серьёзно. Всем до завтра, я пошёл делать домашечку. Шучу, нет, не пошёл.